Всего с начала отвода тяжелого вооружения, вооруженные силы ДНР, отвели уже 26 артиллерийских групп. Сегодня, в соответствии с графиком, на позиции, предусмотренные Минскими договоренностями этого года, отведена от линии соприкосновения последняя артиллерийская группа. В ее составе 6 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Таким образом, на позициях армии ДНР, на линии соприкосновения сторон, больше не осталось тяжелой артиллерийской системы, отвод которых предусмотрен Минскими мирными договоренностями. Вместе с тем, в адрес руководства ДНР вчера поступило обращение от имени представителя украинской стороны в совместном центре контроля и координации генерала Размазнина. В своем обращении им высказано предположение, что отведенная с позиции артиллерии ДНР совершает марши в тыловые районы, а затем якобы скрыто возвращается на ранее занимаемые позиции. В этой связи ответственно заявляем, что данные предположения не соответствуют действительности и не могут служить оправданием невыполнения украинской стороной обязательств по отводу своих вооружений от линии соприкосновения. Все сведения о количестве выводимого вооружения армии ДНР и местах их новой дислокации своевременно переданы представителям специальной миссии ОБСЕ из совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разрешения сторон. В отличие от украинской стороны, ограничивающейся лишь сообщениями о выполнении минских договоренностей своими СМИ, на всех этапах операции по отводу тяжелых артиллерийских систем армии ДНР присутствовали представители республиканских и зарубежных средств массовой информации вместе с наблюдателем миссии ОБСЕ, которые фиксировали строго выполнение нами обязательств, предусмотренных минскими мирными договоренностями. Подобные заявления украинской стороны, по нашему мнению, сделаны для отвлечения внимания международного сообщества от реального положения дел с выводом тяжелого вооружения украинской стороной и максимально затягивания этого процесса под различными предлогами. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации с выводом украинских тяжелых вооружений от линии соприкосновения. К сожалению, пока разведка армии ДНР фиксирует только новые случаи размещения отведенных украинских подразделений, нарушение минских договоренностей в ближней и тыловой зоне 20-30 километров от линии соприкосновения. Это обеспечивает возможность немедленного возвращения украинской артиллерии на ранее занимаемые позиции в интервале 1-2 часа. Со своей стороны, в очередной раз подчеркиваем, что вооруженные силы ДНР продолжают строго выполнение взятых на себя минских мирных договоренностей. В очередной раз призываем украинскую сторону без каких-либо оговорок и выдвигаемых новых условий выполнять взятые на себя обязательства. Несмотря на установившееся в целом спокойствие и на активные мирные усилия со стороны руководства ДНР, мы продолжаем фиксировать отдельные провокационные обстрелы позиций армии ДНР и населенных пунктов по линии соприкосновения. В течение суток с территории, находящейся под контролем украинских войск, осуществлено 29 обстрелов, из которых 4 артиллерийских. Украинская страна продолжила осуществлять отдельные провокационные обстрелы территории Донецкого аэропорта и населенных пунктов, расположенных поблизости, где в настоящее время продолжается гуманитарная операция по разминированию территории и поиску тел украинских военнослужащих. За сутки зафиксировано 11 обстрелов самого аэропорта и 7 обстрелов населенных пунктов в его районе. Кроме того, украинскими силовиками осуществлены 3 обстрела поселка Широкино на южном Мариупольском направлении. Особо подчеркну, что невзирая на эти провокации, артиллерийские подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики 28 февраля и в ночь с 28 февраля на 1 марта на провокации не поддавались и не открывали ответный огонь. Прошедшие сутки воинскими подразделениями армии ДНР во взаимодействии с народной милицией ЛНР продолжена работа по сбору тел погибших украинских военнослужащих, документированию фактов их гибели и передачи родственникам. Всего с 20 февраля обнаружено 373 тела, в том числе за сутки 15 тел. Украинской стороне для захоронения за все время передано 306 тел. Выведенные от линии соприкосновения артиллерийские подразделения армии ДНР в настоящее время приступили к плановой боевой подготовке, ремонту и обслуживанию штатного вооружения и военной техники в местах новой дислокации. Из состава воинских подразделений армии ДНР созданы более 20 ремонтно-восстановительных и строительных отрядов, которые уже приступили к выполнению задач по восстановлению основных систем жизнеобеспечения и гражданской инфраструктуры ДНР. Инженерными подразделениями армии ДНР были продолжены работы по разминированию и очистке населенных пунктов из сельскохозяйственных угодий от взрывоопасных предметов. За сутки от взрывоопасных предметов было очищено более 70 гектаров сельскохозяйственных угодий. Было обнаружено 15 выстрелов к реактивному системе залпового огня «Град» и «Ураган», более 30 артиллерийских снарядов калибров 100 и 122 мм, около 200, прошу прощения, 20 противотанковых и противопехотных мин ТМ-62 и МОН-50, а также 12 выстрелов к РПГ-7. В настоящее время совместно с гражданскими администрациями прорабатывается возможность участия подразделений армии ДНР в подготовительных мероприятиях к весенней посевной. Кроме того, силами народного ополчения обеспечена безопасность движения пяти автомобильных колонн с гуманитарной помощью пострадавших населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Продолжаются мероприятия по технической разведке и эвакуации трофейной техники с мест недавних боевых действий. За сутки обнаружено четыре танка, пять БМП и БТРов и четыре грузовых автомобиля. После их восстановления они поступят на вооружение армии ДНР. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, я думаю, днем, скорее всего. Утром будет более-менее известный. Да, я тогда сделаю маленький анонс. На следующей неделе я планирую показать разбитую технику, чтобы могли зафиксировать ее в местах, где идет ремонт и убедились, что те слова, которые мы говорим, они являются в действительности. Если получится, то я вам приготовлю очень хороший сюрприз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова